Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Куроктианапа. У нас срывается дождь, очень печальная, плохая погода. И я не знаю, как выразить свои эмоции о том, чтобы если бы я приехал на отдых, а у нас здесь просто вот так вот можно отдыхать по кайфам. В общем, здравствуй, Витязева. Сегодня идем на параллель, смотреть на изменения, что запустилось, что работает, что нет. В общем, надеюсь, что контент для вас будет интересный. Так что не забывайте подписаться, лайк и добавляйтесь во все наши соцсети. Это Яндекс.Зен, ВКонтакте наша группа и, конечно же, на Рутубе. Ну, еще на Ютубе пока функционируем. Вот так вот. Причем, к сожалению, охочется самолетиков с Московия, Питера, Севера, Анапу, Глоппрота. Перелог цветочный. У нас, кстати, вот убрано. Мусора немного, с левой стороны подстригли кустики, но трава растет. Кто-то возле своих гостиниц уже, видите, подбрил. Допустим, это Арт-ИК называется гостиница. А вот центральная аллейка, к сожалению, осталась у нас все еще не подстрижена. Гостевой дом Екатерина еще не функционирует. Столовая тоже не работает. Мы сегодня попробуем с вами выйти на Южный проспект, дойти до паралли. По паралли и по светлу, а потом уже вернуться сюда же. Пока какой-то особо активной туристической жизни не видно, но впереди вроде бы там что-то движется. Сейчас разглядим. Навели порядок, можете увидеть свои клумбочки. Прям красота, согласитесь. Благоустройство прям вау. Но вот этот, как говорится, муниципальный проход никому такой еще не нужен. Вот за счет предпринимателей у нас были установлены лавочки. Они починили освещение, сделали его хотя бы светлым, потому что было прям стрёмно по нему ходить. Но только вот продолжение благоустройства мы пока не видим в Анапе. В общем, у нас вроде бы за зеленение начали отвечать те же самые люди, которые были раньше. А так мы... ну мне прям стыдно. Ладно, не хочу. Обходим кольцом. У нас вот зацветает еще вот эта кашка, деревья. Здесь огромное количество транспортных средств стоит прям. Ну, это подготавливает к сезону. Там стройки идут очень большие, чтобы успеть запуститься. Может быть, еще в этот сезон обогатиться. Ну, прям поражают совершенно некошенные газоны. Прям честно, обидно. Даже сегодня своем ЖК времена года в Анапе вышел. Раньше там чуть ли не каждый день видел людей, которые косят траву. Все дорожает, а вот траву косить перестали. Грустненько в этом плане. Пекарня 24 часа. Готовы там и шашлычную на вес, и шампура уже сточат шашлычники, чтобы были хорошие. Думаю, скоро время не запустится. С другой стороны у нас рембрендинг столовая. Теперь это не кафе, не капиццаролы. Это рестовый дом Кристина. Смотрите, как переработали свою территорию. То есть будем посмотреть, что там будет происходить. Дальше туда у нас открылась магнит. Везде кипит работа. Ни в каком готовности и старте прямо с 1 мая. Вообще разговоров в принципе нету. Все готовятся к 1 июня. Не знаю, почему у нас администрация города в этом году решила, что все будет не так, как всегда. Вот уже работают магазинчики. Микс прайс, продукты. То есть это все на Южном проспекте. Причем хорошо запустились, красивенько. Собственно, очень радуют такие моменты. Дом вернул. Я видел, что подготовку вели на каких-то животных добавляют. Вот сам дом пока еще не заработал. И дождь начинается. С той стороны вот я тоже вижу, что гостиница вроде заработала. Даже один человек сидит. Тут могу сказать, что прогуливаются люди. Нас аттракционы еще не расставили. Ну, я думаю, потому что именно не для кого. В скором времени все появится. Как видно, что на Южном проспекте машин припарковано крайне мало. Значит, и отдыхающих здесь крайне мало. Гостиница Абсолют. Вдалеке у меня есть обзор на эту гостиницу. Можете Азаровский Абсолют набрать, посмотреть. Хочется, конечно, чтобы здесь появилось больше жизни. Но пока тишина. Даже колесо не крутится, бабло еще не мутится. Подходим к сиренке. Как она смотрится красиво. Обожаю просто и фотографии, и получается букетиков. Очень красиво и сама она. Ну, а самое главное, это тот аромат, который она выдает. Он просто восхитителен. Вот такое вот еще. Гугл-устройство. Цветочки и юки. Розы скоро появятся. Точнее, произошло конкретное перестроение. Так, друзья, это прям интересно. Сколько всего нового. Какие перемещения, перестроения. Здесь вот что будет над автодромом. Там, смотрите, красят колесо обозрения. В общем, вовсю идет работа, чтобы в этом году встретить во все оружие. И, ой, смотрите, там какой-то аттракцион на дереве появился. В общем, много чего интересного нас ждет в этом году. Я думаю, что приезжайте, не разочаруетесь. Как минимум, уже не то же самое будет происходить. Гостевой дом Ильвус. Я раньше работал. Артурик впереди нас тоже ждет своих гостей. Парк на месте, это самое главное. Здесь за парк аттракционов переделывают ролеты. А с другой стороны, где здесь гостевой дом Островок. Он потом устанавливает. Наверное, какие-то будут развлечения стоять. Аттракционы мы тоже ждем, что завезут и на места поставят. То есть, пообещали, что запустят к июню парк уже. Все доделают и будет функционировать в полной мере. Кафе Грека работает круглогодично. Постоянно можно прийти чего-нибудь покушать. Сейчас мы выходим на параллию. Самый центр, друзья мои. И хочу вас порадовать. У нас, допустим, столовая номер один открылась уже. Радует, конечно, что открываются столовые. Цены, я хочу сказать, что, в принципе, приемлемые. И я думаю, что они не должны сильно измениться. Продукты 24 магазина работают. И в этом году у нас опять был дождик. И опять нет никаких подтоплений, ребят. Тот люк проблемный, который был на углу, его раскопали. Переделывают. Видите, обнесли пока. Можете увидеть, с той стороны ларек работает. И заходим на саму параллию. Как же она всегда ждет нас. Чтобы мы к ней приехали, пришли, спешили, любили, ногами ходили. Также ведутся еще работы по завершению данного строения. Это будет у нас комната страха. Она, наверное, самая страшная комната из всех. Ну, по крайней мере, уже сфоткаться рядом с таким вот красивым творением хочется. Самое же интересное было, все спрашивали, как же цены, как же цены. Ну, вот мы вам отвечаем. Цены, по-моему, нормальные. То есть, если 180 в прошлом году можно было найти комплексы, 200 рублей стоит. Ну, вообще смешно говорить о таких подорожаниях, когда у нас все взлетело в разы. Поэтому, в принципе, мы придем, протестируем во все эти столовые и комплексный обед, либо заказное меню. Так что ждите в ближайших выпусках. Для этого подпишитесь. Сыр и винодельня Вальма. Морской стиль магазин и Пинта. Дальше у нас кафе Фрегат. Вот так выглядит наш канал. Сейчас его уже, я так смотрю, что прочистили, ребята. Вот, смотрите, насколько он стал грубой. Если в нем еще и рыба заведется, у нас будет на параллее. Прям развлечение очень классное. Хочу сказать, что нет аромата отсюда. У нас тут появилась пекарня Тандры, пицца на дровах новое заведение. Магазин Фасоль. Перекладывают тротуарную плитку. Смотрите, как симпатично все делают, ребят. Ну, я, честно, в восторге. Прям красиво преображается параллея. Это очень круто. Я сегодня прям восхваляю все наши любимые места. Все-таки реализовали здесь парковочные места. Жалко, что нету совершенно зелени. Вот, честно. Посадили побольше растений. Хотя бы даже рядом с забором. Уже было бы очень круто. И давайте с этой стороны глянем, как там канал. А вот как выглядит непочищенный канал. Обратите внимание. Прям ужасное зрелище. И здесь в воде некуда уходить. Это возле гостиницы Аврора. У нас, видите, там строение над этим каналом. Но надо, чтобы почистили. И тогда вообще никаких проблем с подтоплениями, затоплениями. Отвечаю, просто не будет. Фрегат, ребята, работает. Одно из лучших, наверное, ну, лучший ресторан параллеи. Здесь что-то тоже красивое открывают. Какое-то место будет. Магазин фасольного показывания увенчили. Свой навес. Симпатично, слушайте, становится. Мне прям нравится. Надо будет прийти посмотреть. Это возле отеля Афродита. Такая красота. А с этой стороны я хотел сегодня к Роме зайти. Показать вам, ребята, Рома работает. Да, вот это блинный креп у нас. И даже люди ходят, а Рома не работает. Грустненько эти каштаны как-то свисти начинает. Просто великолепно. В этом году кофе эспрессо соточка американо, соточка капучино. 0,3200, 150 за 0,2 латте. Так, вот. Ну, в принципе, сами цены видите. Поэтому так будет проще. Так. По-моему, пока блинчики прошлогодние ценники, ребят. Мне так кажется. Если что, пишите. Вот в ледяной кружке пиво пол-литра за 80 рублей. Рома гордился в прошлом году своим пивасиком. Вот здесь тоже написано уже, что мы открылись. Но что-то, не знаю, может быть, открыто. С левой стороны вот кафе как раз-таки Элада перестраивается. Открываются ролеты, тоже работаются. И вот мы наконец-то видим впервые, что здесь открылось нашему взору здание, которое скрывалось до этого за ролетами. Что-то типа кафе обещали, что здесь появится. Мы очень ждем открытия, чтобы посмотреть. Потому что новое совершенно здание, которое у нас здесь появилось. Ну и, собственно, как выглядит вся площадь. То есть стройка везде, подготовка. Я думаю, что все-таки сезон не так, как планировали. С 1 числа, а чуть-чуть попозже будет запущен. Торговая точка, она даже одна в аренду может задаться. Приближайте, разглядывайте. С левой стороны Кавказская пледница. Тоже перестройка глобальная. Очень много будет изменений в этом году. Кардинал, магазинчик. Будем следить за всем, ребята. Магазин, универсант, точнее, копеечка уже запустился. Тоже торговые точки запускаются. Разнообразные аксессуары для телефонов. Все, что вам может понадобиться. Слушайте, моя дочка с такой вот не расстается игрушкой. Постоянно с ней ходит. Куда бы ни пошла, все уже тоже, ребята, все работают. Сумочки продают. Скажите, цены сильно поднялись в этом году? У меня особо. Процент 15-20. 15-20, все, да? Так что, если кто-то боится сильного дорожания, то вот 15-20%, ребят. В принципе, как я вам и на столовую говорил, там на 10% тот же самый завтрак подорожал. Возле Кардила какую-то расчистку сделали. Что-то будут менять, видоизменять. Кафе-встреча у нас еще не открылась. Сверху, как я говорил, новое появилось пространство, детские развлечения. Впереди слышу музыка играет и звучат голоса. И, кстати, становится прям приятно. Людно на параллее. Хочется гулять, ходить, дышать и прям расслабляться вместе с теми людьми, которые здесь уже поприходили. Не поверите, есть также Гринбах, как в Дивноморском. Ну, здесь, правда, пространство совершенно другое. И, якобы, бонора тут нету. 100% не хватает. Но будем посмотреть, как в этом году они будут себя преподносить. Потому что в прошлом году у них, как и в Дивноморском, не было свободных мест. Пожалуйста. Ждем открытие. Хотя, что ждем открытие? Он уже открыт. Вон, пожалуйста. Все работает. Букеры. Там ребята сидят внутри уже кушают. Магазинчик Перекресток уже работает. Здесь у ребят прям вообще уже движуха пошла. Просто посмотрите, что происходит. Уже танцы, шмансы, параллели. Что-то хорошо отдыхает. Ну, а теперь из разгада я сам бы так отдыхал и так же хочу. Прям вообще молодцы. Дайте мне то же самое, что у этого парня. Тоже так и уйти. В остров. Сейчас вычем. Под коньячок. Горячая кукуруза. Ребята набирают. И смотрим. Вот он. Огромное количество мяса и баранина, и сердца, и почки. И картошечку прям привозь. Здравствуйте. Вот такая вот витрина. Тоже красивая. Почем баранина? 100 грамм. 100 грамм 250. А весь остальной почем? С мясом? 100 грамм. Орион лаунж, бак, кафе уже открыт. Пожалуйста. Ребята продолжают тусить и танцевать. Это прям очень хорошо. Ох ты, ешкин, кошкин, что здесь произошло? Ломают очень много в шашлычке. Ну, ее все знаете. Как она называется? Китайка. Блин, прям удивительно. Видите, какое глобальное просто перестроение. Все как-то меняется. Или восстанавливается после сезона. То есть, чтобы открыто в новом пальмочке раскрыли. Животные пережили. Пальмы тоже пережили. Это межсезонье. Прям страшно смотреть на все вот это. Ну, ближайшие дни, я уверен, что здесь все приведут в подрядок. Расставят столики. Запустят раздачи. Обычно китайка сама первая запускалась. Что-то в этом году пошло иначе. Все запустились. Китайка только готовится. В новой китайке еще стоит заграждение. Зеленеет травка. Уже не щипана, не кощана. А хочется порядка. Здесь помимо мороза уже ромашки, что ли, наросли. И самый большой вопрос, что же будет в следующем году вот здесь вот впереди. Мы ответ на него очень сильно ждем. Надеемся, конечно же, получим. Выглядит, будет солнышко. Слушайте, все меняется. Прям солнечно, классно, прекрасно. Чего еще хотеть, ребята. Смотрите, тоже точка открылась, ребята. Готовы к встрече отдыхающих, да? Рыба, соки, пиво. Все, что хочешь. Красиво. О, давайте посмотрим. Ну, тут без ценников. А нет, хотя вот Иваси 50 рублей, 100 грамм. Мойла по 120 рублей, 100 грамм. Вобла по 70 рублей. И 130 рублей. Это рыбка. Здесь, я думаю, что будет и так все видно. Почем срочки. Вот с ценниками гораздо более приятно. 140 рублей. Рабочие точки. И куча всяких сладостей, ребята. То есть уже без сладости вы здесь не останете. Здесь открывают торговые точки. Фрукты, овощи. Много точек торговых пооткрывалось. Здесь он кафе стола Виктория тоже придет. Здравствуйте. Все готовятся. Кто-то уже работает, уже не готовится. Рад продавать, как говорится, свои товары. В общем, ждет параллелья только вас, ребята. Слушайте, обычно много женских стоит. Прям мужских. Полуфигуры, фигур в целом. Кафе, кстати, в этом году, не знаю. Вот самый длинный мангал они тут говорили. О, ребят, как оно будет работать в этом сезоне. Будет ли менять формат. Потому что рядышком с ними построили новый магазинчик. И там все выглядит совсем по-другому. Беленькое, с синеньким. И пальмы опять стоят наверху здесь. Очень красиво смотрится. С той стороны у нас уже работают тоже тир и все остальное. А здесь потихонечку убирают отсюда песочек. Чтобы была чистота и красота для ваших ножек. И осталось совершенно немного времени. Говорится, еще чуть-чуть, еще немного. И будет легкая дорога. Попросили показать, что для вас стараются ребята. И наводят в порядке. Борьба песка. За то, чтобы вернуться на свои места. Людей, чтобы расчистить выход на пляжи. Сделать, чтобы все было по-другому даже. Раньше вот это у нас вообще была администрация пляжа. Насколько я помню. Может быть, кстати, кто-нибудь знает, какое предназначение у Дубиков было еще. Дой. Ох ты, епа, настроили-то. И там все. Весь пляж уже, друзья, в навесах. Уже администрация выставила свои посты. То есть это на центральных пляжах, которые к муниципалитету относятся. Он слева-справа. Туалет, правда, еще не работает. В общем, работы здесь еще предстоит просто очень много. Но вот, пожалуйста, выходим на пляж. Уже мусорочки стоят. Это меня нереально радует. Опорный пункт в полиции, причем, выглядит довольно-таки интересно. Такое космическое как бы сооружение. С той стороны, видите, как раз-таки переодевалочка для людей. Там дальше стоит. Вот у нас спасательный пункт. Еще переодевалка, еще мусорки. Ну, прям приятно так все. И солнце вышло. Вот этим солнцем у нас все очень интересно смотрится. То есть навесики. Там ребята уже раздеваются, походу, купаться собираются. Смотрите, как волнуется море. И думают, где же мои любимые отдыхающие? Где же мои любимые приезжающие? Что ж они еще к нам не приехали? Видите, водичка какая красивая, великолепная. Чистая, просто фантастика. Ну и, собственно, пляжи пока еще пустынные, но готовые. Вон лежаки стоят, если надо, можно взять в аренду и арарии готовые. Все только для вас. Обошел с другой стороны, ребята. Ну, посмотрите, какая вода. Какая чистота, какая красота. Просто фантастика. Смотришь, получаешь удовольствие. Конечно, таблички в штурм купания запрещено. Прям радует. Как водичка, скажите, пожалуйста. Класс. Класс? Да. Стоит купаться, не? Ну, я не знаю, нет, наверное. Понял, спасибо. Пока еще не стоит эти ребята. Загорают, отдыхают. Ну, без купальников просто что есть, что было, на себя ставили. Просто разделись и что нет-то. Ну, это не произошло, чтобы что-то типа одежды было. Опять набегают тучки и становится прохладно. Ну, 21 мы уже видели сегодня. Теперь ребята играют в футбол на пляже Витязева. И это прям очень хорошо. Спорт, это жизнь. Слышите, в этом году как-то одни навесы, 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 навесы. В плане того, что не навесы, аэрариев очень-очень много. Мы подходим потихонечку к пляжикам Аквамарина. Вот честно, вот я не против аэрари, а против заборов. Вот как они мне, вот смотрите, да, как классно смотрится. Все. И вот он, Витязевский первый загон. Ура, ура. Я уже думал, в этом году без них, что ли, администрация добилась отмены установки заборов. Нет. Вот он. Вот так вот он выглядит как-то. Честно, может, потом покрасят. Ну, прям грустненько. Здесь вот еще и мусор валяется. В общем, первый анапский загон. Здравствуй. Лето 2022. Они не уйдут от нас, походу, никогда. Добрались мы до пляжа Аквамарина. Выход по улице Светлая к морю. Вот дальше таблетки. Тоже довольно-таки известные наши анапы. И смотрите, как здесь смотрится водичка, дорогие мои друзья. Просто капитальная красота. Чистейшее море. Осталось узнать только его температуру. В общем, бриггатина уже ставит и забор. Он его выносит. То есть, все как обычно, ничего не меняется. Друзья, заборы, заборы, наше все. Там могли запретить, чтобы их здесь не было. Вот вообще хорошо. Выставляют детские. А то нет, подождите. Батут тут стоял. Его никто никуда не убирал. Здесь какой-то уже гамазин подъезжает. Столбы меня прям не радуют. Вид портят они там на дюнах. Прямо строительство ведется. Установка столба. Для того, чтобы просить бабла. В общем, нифига в лучшую сторону экология. Пока не меняется. На пляжах, к большому сожалению, убивают, как хотят. А можно было бы сделать все экологично. Сказать, что на самые экологичные пляжи потянулись бы сюда люди, которые голосуют рублем за неуничтожение дюна. Наоборот, за их сохранение. И за более бережное отношение к нашей природе. Ну, по крайней мере, мои мечты, может быть, когда-нибудь забудутся они. Дай бог. Мы идем на улицу светлую. Так можно сказать, что пока еще забор не убрали. В дальнейшем приведут, я надеюсь, его тоже в порядочек. И будет красотой на нашем проходе. Здесь на улице света у нас перекладывают какие-то коммуникации. Не знаю, к чему и куда это все подводится. Будем надеяться, что все-таки к сезону все будет приведено в порядок. И будет такая вот красота, как сверху. Зелень. А не вот это все пока. То, что мы видим снизу. Улица Барханная с левой стороны. Также ведутся подготовительные работы. Самое интересное, что здесь уже все разгородили. В порядке привели. И в скором времени, я думаю, и фонтанчик заработает. И хинкальная. Хочется, чтобы осталось так же в этом году здесь же. Потому что нам понравились в прошлом году хинкали, которые нам предлагали. И здесь уже торговые точки открывают. И потихонечку все запускают. Самое главное, что запустились листья на наших деревьях. Это выглядит прям вау. Красиво. И приятно. Улица Знойная. Серебряная. Она пополам делится. И что-то дюны, золотые буквы подпадали. Выглядит сейчас вот именно вот так вот. С этой стороны вставалось. Слышишь какие-то там звуки. Значит, идет тоже приготовление к запуску 2022 года. Первые розочки. Их причем много, этих бутончиков. Слушайте, в этом году они запаздывают. Обычно пораньше появляются. Но как это выглядит? Просто бомбовски. Я так люблю розы. Так люблю их ароматы. И здесь их должно быть очень много. Проходим дальше. К сожалению, кроме роз здесь больше ничего не открывается пока. И вон той одной столовой. Хочется, конечно, больше позитивных движений, изменений. Но, к сожалению, все как есть. Их пока здесь нет. Вот тут смотрите. Трубы какие-то. Интересно, для чего? Слушайте, и здесь почистили канал. То есть я недавно его снимал. Он был прям много ила. Как минимум в нем его стало меньше. И в ту сторону. В ту, правда, не знаю. Потому что здесь не видно. И там все перекрыто. Но в эту сторону точно стало меньше. Дай бог, чтобы так и было. Слушайте. Прям вообще круто. Не знаю, это тот или другой. Но, по-моему, другое. Потому что тут с сумкой какой-то там был. Спал этот уже сидя. Море, конечно, очень хорошо. 27 градусов температура воздуха. Когда солнце заходит, опускается до 17. Хотя сегодня изначально стартовал эфир в 14. То есть прогноз к радости моей не сбылся. Температура воды за счет того, что нету. Сейчас сильного ветра северного поднялось до 14. Плюсы. Это тоже очень классно. И рад этой информацией с вами делиться. Анапа, Витязева. Вас всех очень ждет, дорогие мои друзья. Приезжайте к нам обязательно. Мы с вами встретимся на пляже. Передавайте приветы. Ну и самые главные мои советы. Сохраняйте позитив и свое здоровье. Чтоб все у вас было классно. И встретимся на море. Ну а пока вам море от души. И не прощаемся. Самое главное нажми кнопочку подписки. И поделись со своими близкими. Послушаем просто звуки моря. Сохраняйте позитив. Сохраняйте позитив. Сохраняйте позитив.